привет ребят это очень необычный для меня доклад папа очень многим соображениям ну в принципе вот этот формат там рассказать что-то про себя особенно что-то ну такое не очень положительное не очень радужные это все ну совершенно не мое будет тяжело я бы хотел чтобы вы меня поддержали тем что вы поделитесь своими историями тоже я тут благодаря статусу ведущего немножко хакнул наш чат и теперь все кто туда пишут сообщения которые начинаются с барух я согрешил сразу попадают мне сюда и в общем то мы сможем их почитать и посмотреть чем же вы готовы поделиться а я с вами поделюсь своей историей которая во-первых ну как бы грустная намного грустнее чем мои обычные доклады а во-вторых она про меня не про вас это необычный формат потому что обычно мои доклады они ну про 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 вас они про какие-то проблемы которые мы стараемся решить для для индустрии для коллег а а то что будет сейчас будет ну вот реально моя моя история и мне честно говоря немножко странно это делать потому что мне не очевидно насколько она будет вам полезна но я надеюсь что она все-таки будет я наверное не удержусь делать какие-то общие выводы будем надеяться что это все будет не пустая трата времени для вас так вот что я вам хотел рассказать для меня все очень изменилось все очень изменилось за последние два года полтора вот этот вот переход в онлайн оказался для меня очень очень травматичным вы помните март 2020 года у меня самая лучшая работа в мире я меня потому что я делаю и мне кажется что это единственный ну как бы нормальный режим существования это и работа там по по 12 больше часов это бесконечные командировки это где-то там перехватил два часа сна в аэропорту написал блокпост значит по дороге в самолете там собрал контейнеры где-то там в машине по дороге на веню конференции и все это абсолютно не уставая на драйве и все по кайфу и и и я это к тому времени уже восемь лет кажется мне что по-другому быть не может и все отлично и тут начинается к вид конференции на которые я должен ехать отменяются одни за одним за другими те на которые не отменились мне не разрешает ехать начальство я не понимаю что происходит я начинаю с ними спорить я гудану это же ерунда это чепуха эта конференция через три недели за три недели уже давным-давно все пройдет к тому времени как будет конференция все же будет нормально не отменяйте мне это эту поездку но дальше вы все знаете мы начинаем переходить в онлайн и сначала ну даже как-то это прикольно то есть вот значит тут начинают приходить посылки с оборудованием значит у я оформляю себе студию а то там камера тренога свет какие-то значит панели для управления этим всем программы для сведения этого всего какие-то значит вот там фиолетовая лампа вот тут вот значит розовая лампа вот это все переключение режимов какие-то новые скилзы и все это прикольно начинаются конференции ну как бы мы делали вебинары и до этого мы делали онлайн доклады до этого ну как бы да ну допустим не так весело но с другой стороны и в общем то ничего страшного и вот мы их начинаем делать один за другим и даже наоборот прикольно можно сделать три доклада в день совершенно на разных конференциях это совершенно было естественно невозможно в оффлайне но что-то начинает идти не так почему-то потихонечку потихонечку за несколько месяцев начинает падать мотивация и как-то уже все не в кайф и как-то я уже не понимаю зачем я это делаю и тут добавляется стыд потому что ну да это похоже на выгорание но елки-палки о чем вообще можно жаловаться катаюсь как сыр в молоке все отлично есть работа хорошая там в к виду увольняют людей не никто не увольняет наоборот очень всем нужен делаем важное дело всякие метрики которые невозможно было померить в оффлайне можно померить в онлайне казалось бы должно быть больше ощущения смысла осмысленности работы ну ну наш реально вот вот почему шахтеры в забое страдают столевары там на заводе им плохо мне то чего плохо я то чего вдруг понимаешь ли тут выгораю и естественно от этого ощущения стыда становится еще более стыдно еще более еще еще хуже становится еще более непонятно и вот в таком режиме падает производительность то есть как-то да вот нужно что-то значит нужно сесть пописать код написать какую-то новое новую интеграцию чтобы посмотреть как это работает да нужно вот затестить новый продукт и поиграть с ним и посмотреть на его код и может быть найти какие-то там недостатки в документации и так далее да нужно написать новый доклад ничего не идет ничего не идет время проходит дни сделаем завтра превращаются в недели превращаются в месяц и просто камнем падает производительность это ремонт кто знает что падает производительность да ну я знаю мне становится опять же еще хуже потому что я знаю что я подвожу свою команду я подвожу свое начальство потому что я должен это делать вместо этого это не делается идет какая-то халтура становится все хуже и хуже снежный ком я начинаю вдруг понимать что я делаю ну какую-то может быть одну десятую от того что я делал раньше и и причем количество рабочих часов не уменьшается наоборот увеличивается вы же знаете там как это в ремонте до остановиться поработать тоже невозможно то есть у тебя проходит 6 часов вечера 7 часов вечера 8 часов вечера да вот мне нужно доделать эту штуку и доделать эту штуку тянется уже черти знает сколько дней давай я сегодня ее доделаю вместо этого и там разбирать разбираешь имейл и заполняешь экспенсии чего только не делаешь как прокрастинация вместо того чтобы делать то что надо и абсолютно непонятно почему абсолютно непонятно почему и тут я решил почитать книжки ну вы знаете из моих докладов если я уже делаю доклады я вам то обязательно порекомендую какую книжку которую я прочитал и тут мне попадается книжка которая называется burnout выгорание это же прямо вот наверное там есть ответы на мои вопросы книжка burnout сестер на госке эмилии и эмили она немножко не про тот burnout который мы с вами обычно ну вот особенно войти про который мы говорим там достаточно специфичный вид выгорания это конкретно выгорание женщин в западном мире вот в общем то того что они должны притворяться что у них своих чувств нет заботятся о своих детей о своих мужьях и при этом сохранять улыбку и делать вид что все хорошо я вообще не сомневаюсь что это действительно очень большая проблема но это немножко не про нас тем не менее книжка хорошая книжка важная и я оттуда натаскал очень много важных вещей которые для меня все объяснили значит прямо в первой главе эмилии напоминает нам про то что наши рефлексы не изменились с того момента как мы бегали за моментами а за нами бегали львы у нас есть рефлекс который называется ну на английском он называется hit or run по русски он называется бей или беги и речь идет о том что когда мы у нас стресс например за нами бежит там лев у нас значит поднимается адреналин и появляется страх который помогает нам остаться в живых он помогает нам остаться в живых тем что мы или бежим или значит атакуем этого льва а чаще всего там и то и другое мы бежим за помощью потом значит наши соплеменники бегут нам на помощь и тут значит мы с копьями этого льва благополучно значит закололи и все и как бы стресс исчез но после этого происходит процесс который они называют завершением цикла стресса что это за процесс ага мы убили льва мы значит потащили его к нам в в лагерь тут мы значит начинаем ритуальные пряске победы над альвом потом мы значит все вместе значит его сдираем с него шкуру жарим мясо все вместе значит едим и вот этот вот процесс дает сигнал нашему организму что все норм опасность прошла все хорошо мы победили наш организм празднует что он хорош что он помог нам выжить что он помог нам остаться в живых он помог нам избежать вот этого стресса и так далее это не то же самое что просто ну как бы страх ушел адреналин упал и все закончилось нет это дополнительное действие которое помогает закрыть вот этот цикл стресса то есть борьба со стрессом это не то же самое что борьба с тем что этот стресс вызывает борьба с тем что стресс вызывает это вот закончился страх и вот вот все это мы победили допустим причину стресса но цикл стресса не закончим и нахождение в стрессе постоянно без окончания вот этого цикла как раз приводит к выгоранию что для меня был вот этот цикл опять же это мой личный пример я знаю что для большинства из нас в из вас возможно он не ну он отличается но я очень надеюсь что вот на этом примере вы сможете для себя выстроить такой же цикл вот у меня да что мне больше всего нравится в моей работе это вот это это быть с вами это делать доклады и рассказывать что-то публике это стресс конечно еще как стресс это если бы сейчас кто-то замерил мой пульс то он бы заметил что мой пульс намного выше чем обычно причем это еще онлайн да у меня тут со мной сидят мои прекрасные операторы режиссеры звуковики и так далее но это некий ноут на каком-нибудь джокере где сидят 2000 человек и там стресс еще выше и да конечно это все это все дикий стресс что происходит потом потом происходит окончание цикла что это я закончил аплодисменты все пришли сказали барух ты красавчик был отличный доклад мы пошли вышли мы общаемся с людьми есть дискуссионная зона потом есть значит какой-то может быть еще спикер диннер что мы сделали на спикер диннере мы съели вот этого вот льва которого я боялся а теперь значит вот мы его победили мой организм такой о я красавчик все мы значит съели льва у нас все отлично что происходит в онлайне в онлайне не закрыт для меня лично цикл стресса это объясняет почему 8 лет работы девелопер адвоката деврел сумасшедшие расписание сумасшедшие темп работы каждый день что-то другое постоянный стресс выгорание 0 обожаю свою работу готов работать по 12 часов в день готов ездить по 3 командировки в месяц вообще никаких проблем почему что было было за завершение цикла было вот это вот когда организм говорит ха слушай все отлично получилось все все норм все прекрасно что изменилось в онлайне завершение цикла больше нет все остальное то же самое работа та же самая тот же писать код тот же работать над интеграциями тот же общаться с людьми тот же делать доклады единственное что изменилось завершение цикла внезапно после 8 лет прекрасной работы без всякого выгорания я серьезно не понимал вообще что это значит за полгода в ноль я к чему у вас безусловно другие стрессоры у вас другие вещи создают вам стресс вы по-другому умеете этот стресс снимать во-первых и завершать вот этот ваш цикл во-вторых не забывайте это делать что может помочь у меня вот это закругление цикла она была естественно она была естественным потому что вот после конференции было вот это вот празднование окончания стресса у вас если вы просто пишите код если вы руководите людьми и так далее может быть что вот этого естественного закут завершения цикла нет его нужно себе придумать обязательно о каких способах может идти речь например спорт физическая активность это как раз то самое это вот эти вот пляски вокруг костра о том что мы значит убили льва прекрасно если вы экстраверт если вы любите общаться с людьми общение с людьми посиделки с друзьями это завершение стресса почему потому что это вот это вот значит мы вместе победили и мы вместе завалили льва что что еще да в общем то на самом деле что угодно что может вашему организму намекнуть что значит вот это процесс за как раз завершение этого стресса найдите это себе потому что пока вы себе это не найдете вы будете выгорать и я теперь вам это уже рассказываю на личном опыте это очень очень плохое ощущение она не просто плохое потому что ну как бы это печально мне лично как я уже сказал было очень стыдно потому что ну зажрался какое там выгорание но это не помогает это не помогает потому что организм так устроен потому что так работают наши гены потому что мы все еще где-то в глубине души должны разделать шкуру и съесть мясо этого тигра который который за нами гнался без этого без этого никак вот значит что еще я вам хотел сказать да наверное справляться избавляться от стресса это было бы еще более правильное решение то есть вместо того чтобы бороться с симптомами вот у нас стресс как мы значит можем завершить цикл потому что стресс у нас каждый день вот хорошо бы побороться с синдромом ну да с причиной но честно говоря с причиной бороться не всегда возможно у меня например с причиной бороться вообще абсурд потому что больше всего мне нравится в моей работе как раз то что вводит в меня в максимальный стресс ну как бы ну вот так может быть со стрессом бороться нельзя по другим причинам например у вас просто одну стрессовая работа может быть у вас стрессует ваши подчиненные может быть вас стрессуют ваши начальники может быть у вас за стресс дома у вас маленькие дети которым маленькие дети это стресс стресс это не обязательно плохо но если вы не закрываете вот этот вот вот цикл то постоянный стресс и отсутствие разрядки приводит к выгоранию, и это очень, к сожалению, грустно. Да, давайте мы сейчас обратимся к вашей исповеди. Вот у меня, сейчас я все достану, вот, у меня тут есть, как я уже сказал, специальные сообщения про то, что вы, про то, что вы пишете. Это, если вы хотите сейчас рассказать немножко и про выгорание тоже, то сейчас будет самое время. Если мы хотим поговорить о других ваших грешках, то давайте поговорим о них тоже. Вот давайте смотреть. Барух, я согрешила, за этот год я четыре раза сменила работу. Четыре раза, я бы сказал, немножко многовато. Но, с другой стороны, кто мы такие, чтобы судить? Моя первая работа в IT была полгода. Ну, то есть я бы за год, наверное, сменил две. Всякое бывает, не сошелся с начальником. Александра, я думаю, что у вас были хорошие на это причины, но и мы вам на самом деле сочувствуем, потому что это тот самый стресс. Я очень надеюсь, что, Александра, вы умеете закрывать вот этот цикл стресса, и вы нашли стабильную работу, которая вам нравится. Суса говорит, Барух, я согрешил, стал грибцом. Вообще, вообще не о чем совершенно говорить. Для тех, кто не знает, вот у нас тут есть всякие новички. Грибец на галерах – это, соответственно, разработчик в аутсорсовой компании. Нормальная тема. Аутсорсовая компания, аутсорсовой компании рознь. Менять проекты часто, вместо того, чтобы разгребать legacy код, вполне себе прикольно. До того, я пошел работать в J-Frog, я работал грибцом на галере, консультантом. Было вообще топчик, вообще нет проблем. Алексей, ты согрешил и не написал как? Ты просто хочешь шляпу. Ну, нет. Вот Кучинский Егор говорит, что он взял носки за найцы. Я не знаю, почему он считает, что он согрешил. Я считаю, что он прекрасно сделал. Вот Антон пишет, что он уронил стенд за день до релиза. Да, я понимаю, это страшный грех. Тут я прописываю 50 раз написать Hello World, и там мы отпустим грехи. Да, Алексей пишет, я согрешил, я использовал Stack Overflow, хотя сам знал, как делать задачу. Алексей, вообще нет проблем. Мой любимый учитель в универе говорил фразу, которая просто для меня является истиной с тех пор. Знать, это знать, где найти ответ. Абсолютно нет никаких проблем со Stack Overflow. У нас на последнем Джокере, который вот был буквально пару недель назад, лучший доклад Джокера это интервью, ну, как на работу, собеседование, которое проводил Женя Борисов. Для того, чтобы вот эту мысль о том, что знать, это знать, где найти ответ, так сказать, продемонстрировать, мы с ним сделали интервью, где все ответы во время интервью я просто нашел на Stack Overflow. И было, ну, вообще, топчик. Алексей, все делаешь правильно. Так, Руслан пишет, Барух, я согрешил, я делаю Squash Rebass Plus Glid гид Force Push. Да, Руслан, это ничем совершенно невозможно искупить. Мы тебя экскомуникируем из нашего ордена. Сейчас тебя отрубит трансляцию, и ты больше никогда не сможешь зайти. Деньги тебе не вернут. Да, Екатерина пишет, что ей меня жаль. Екатерина, спасибо за сочувствие. Ну, в общем, это, этот доклад, он был не для того, чтобы меня жалели. Доклад был для того, чтобы, я надеюсь, подчеркнуть важность завершения цикла стресса и облегчить другим жизнь. Я-то теперь знаю. Я, правда, еще до сих пор понятия не имею, что мне делать взамен вот этого завершения цикла оффлайн-конференции, кроме как наконец-то дождаться оффлайн-конференции. Но я надеюсь, что у вас с этим легче. Илья пишет, я согрешил, я тоже хочу такой цилиндр. Ну, как бы, какой же это грех? Хотеть такой цилиндр, это не грех, а наоборот, заповедь. Заповедь 11, хоти цилиндр, как у Баруха. Да. Николай пишет, Барух, я согрешил, уронил базу данных на проде, перед релизом, что делать? Ну, мы уже говорили, кто без греха, пусть первый кинет камень в нашу базу данных. Все мы роняли базу данных на проде, некоторых из нас после этого повысили. Если мы работаем в компаниях, в которых правильно делается постмортем, где никого не обвиняют, а вместо этого и следует, как сделать так, чтобы Николай, ну, или любой другой человек, случайно не уронил базу данных на проде. Николай, я вам желаю найти работодателя, который не будет считать это грехом. Петр пишет, прикинулся тимлидом хоть очень плохо в этом. Петр, fake it until you make it. Это наша самая главная заповедь. Все мы были плохи в чем-то, что мы сегодня хорошо делаем, и всем нам приходилось прикидываться, что мы в этом хороши и, типа, все будет нормально. Петр, practice makes perfect. Ты скоро в этом деле натренируешься и будешь отличным тимлидом. Радмир пишет, да, пишет, согрешил, правил ликвибейс-скрипты и менял их хэши на проде. Да, это тоже, пожалуйста, отключите Радмира, потому что, нет, это нельзя прощать. Григорий пишет, что согрешил и не пошел работать в Сбербанк. Ну, Григорий, какой же это грех? Все мы, многие из нас не пошли работать в Сбербанк, и прекрасно себя чувствуют, прекрасно. Все хорошо. Илья, я согрешил, уронил базу без бэкапа за последние пять минут. Илья, если у тебя бэкап пятиминутного возраста, Илья, ты просто святой. Тебя надо канонизировать, а не исповедовать. Мария пишет, что она согрешила, и у нее депрессия. Мария, ты не согрешила. Депрессия – это не твоя вина. Депрессия – это страшная штука, которая случается с людьми абсолютно без всякой их вины. Я тебе очень-очень советую поговорить с кем-то, кто профессионал в этом деле. И я очень-очень надеюсь, что этот профессионал сможет тебе помочь, и ты поймешь, что это не твой грех. Оскар пишет, я согрешил, устроился в дата-аналитику на первом курсе, и теперь хочу уйти из вуза. Дата-аналитика – это тяжело. Это много математики и прочей статистики и прочего трэша. Это совсем не для всех. Оскар, я тебя лично понимаю, знаешь что? Никогда не поздно перевестись. Если ты сегодня учишь то, что тебе не нравится, а завтра будешь делать на работе то, что тебе не нравится, это прямой путь к тому самому выгоранию, потому что стресс у тебя будет постоянно, и, ну, не надо нам такого. Да, Антон пишет, что он согрешил устал. Ну, так, нецензурно устал. Антон, опять же, это, скорее всего, не твой грех. Скорее всего, ты устал, потому что ты не закрываешь цикл своего стресса. Подумай о том, что я сегодня рассказал, найди, как ты сможешь закрывать этот цикл, как ты сможешь переключаться, и я не сомневаюсь, что тебе станет полегче. Вот, Алексей пишет, что он согрешил и использовал рапертайп лонг с большой L вместо примитив лонг с маленького L. Ты знаешь, Алексей, ну, давай ты уже будешь писать на пятой Java, где за этим всем следит платформа, и не будешь заморачиваться по поводу этих дел. Так, про прививки мы обсуждать не будем. О, Тимофей, выгорания не существует. Ты же мой красавец. Спасибо тебе за этот коммент, Тимофей. Меня сейчас выгонят уже из эфира, потому что время заканчивается, но я не мог на это не отреагировать. Ты знаешь, я прекрасно понимаю, почему ты считаешь, что выгорания не существует. Если взять Баруха трехлетней давности и спросить, существует ли выгорание, Барух скажет, как Тимофей, выгорания не существует. Ты счастливчик. Я тебе завидую. Все остальные тебе завидуют. Дело не в том, что выгорания не существует, а в том, что ты его пока не пережил. И я от всей души тебе желаю две вещи. Во-первых, продолжать не переживать выгорания. Во-вторых, ну, немножко эмпатии. То, что у тебя такого не было, не значит, что этого не существует. Вот. Тут еще очень много комментариев. И спасибо вам всем огромное. Сейчас мы еще, может быть, немножко почитаем на главной сцене. Но мне пора заканчивать. В общем-то, наверное, на этом я с вами прощаюсь. Мы сейчас с вами увидимся там. Спасибо вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok